Кузнечики Для вашего сада кузнечики представляют серьёзную угрозу. Они готовы разорвать его на клочки, и всё же они удивительные творения природы. Кузнечики Удивительные обитатели сада. Кузнечики Большинство кузнечиков и сверчков пережидают зиму в виде яиц. В конце лета или осенью взрослые самки откладывают яйца в землю, где они проведут всю зиму. А весной, когда земля начнёт согреваться, из яиц вылупится новое поколение. Новорождённые кузнечики называются нимфами. Всё лето они будут питаться, чтобы вырасти и превратиться во взрослых особей. Как только нимфы появляются на свет, они сразу же начинают есть. Они разбегаются по саду и едят, едят, едят. Все кузнечики, сверчки и седлоносцы относятся к большой группе насекомых классу примакрылых. В эту группу входит множество различных семейств насекомых. Это сверчки, короткоусые и длинноусые кузнечики. У длинноусых кузнечиков более длинные усы и лапки. Все эти существа питаются растительной пищей. Сверчки предпочитают разлагающиеся растения. Они едят и живые растения, но, как правило, выбирают опавшие гниющие листья, плесень и грибы. Они не причиняют живым растениям особого вреда. Сверчки способствуют круговороту веществ в природе, добывая питательные вещества из разлагающейся органики. В целом эти насекомые приносят саду ощутимую пользу. Кроткоусые кузнечики, или попросту саранча, а также длинноусые кузнечики, поедают живые растения. Они выбирают травы и листья растений. Древесина растений их не интересует. Как правило, эти насекомые встречаются среди травы и на многолетних травянистых растениях. Большая популяция саранчи может уничтожить ваш сад. История об упстошающем рое саранчи есть даже в Ветхом Завете. Популяции этих насекомых бывают самыми разными. Все зависит от того, какой у вас сад. Если у вас яркий солнечный сад, полный сочной растительности, в нем наверняка обитают сотни сверчков и кузнечиков. Размеры популяции кузнечиков можно контролировать. Посадите в саду как можно больше различных растений. Кузнечики питаются далеко не всеми. В сложном саду, полном разных растений, на месте съеденной растительности сразу же вырастает что-то новое. И, конечно же, контролировать численность насекомых вам помогут хищники. Если в вашем саду много птиц, если в нем живут богомолы, осы и другие хищные насекомые, кузнечики не доставят вам много хлопот, хотя бы потому, что быстро станут чьим-то обедом. Однако в самые жаркие летние дни кузнечики становятся чуть ли не единственными насекомыми, проявляющими активность. They kind of have their way with it for a while. Продолжение следует... Продолжение следует... Жизнь кузнечика — это не только бесконечный пир. Кузнечики входят в рацион почти всех хищников сада. Эти маленькие кусочки протеина любят и птицы, и богомолы, и даже лягушки. Кузнечики не просто поедают растительность, но и стараются слиться с ней, чтобы не попасться хищникам на глаза. Кузнечики и сверчки — отличный источник пищи для многих животных, особенно в раннем возрасте, когда они еще совсем маленькие и мягкие. Они совершенно беззащитны. Весной птицы ищут добычу для своих птенцов, внимательно высматривая кузнечиков в саду. Продолжение следует... Продолжение следует... Многих кузнечиков и сверчков съедают, и все же многие из них остаются в живых. Тысячи кузнечиков активно поедают зелень сада, пока не начнут трещать по швам. Удивительные обитатели сада За год на свет появляется всего одно поколение сверчков и кузнечиков. За одно лето нимфы проходят через ряд стадий развития. Как правило, нимфы кузнечиков проходят через 4-5 таких стадий, а сверчки достигают зрелости за 8-9 или даже 10 стадий развития. Каждый этап развития нимфы — это результат быстрого роста на предыдущей стадии. Поедая много травы, нимфа стремительно вырастает, и ей становится тесно в своей коже. На самом деле это не кожа, а экзоскелет. Как и у всех насекомых, скелет-кузнечик расположен на внешней поверхности его тела. Внешняя оболочка лопается, и насекомые выходят из своей старой кожи. Внешняя оболочка лопается, и насекомых, и насекомых, и насекомых, и насекомых, и насекомых. С каждой линькой сверчки становятся все крупнее. Их внешняя оболочка темнеет и затвердевает, а крылья становятся более развитыми. После последней линьки сверчок достигает своего полного размера, а его крылья будут полностью развиты. Как правило, сверчки не используют крылья для полета. Кузнечики же напротив летают прекрасно и встают на крыло по целому ряду причин. Кузнечики летают довольно хорошо. Передние крылья они используют, чтобы парить и поддерживать устойчивость в воздухе, а задними крыльями придают себе ускорение. Их полет длится недолго, но за это время кузнечики способны преодолеть значительное расстояние. Полет для них — способ уйти от врага, а также возможность найти себе даму сердца. Если кузнечик подозревает, что где-то рядом есть санки, он поднимается в воздух, демонстрирует себя во всей красе и издает щелкающий звук. Перед красивыми полосками на его задних крыльях устоять невозможно. Разве он не красавец? Визуальная демонстрация — не единственный способ привлечь противоположный пол. У кузнечика нет шикарной машины и стильного костюма, но он знает, что романтическая песня — отличный способ покорить сердце женщины. Прислушайтесь к кузнечикам и сверчкам, и вы поймете, что в различных ситуациях они издают разные звуки. Например, самцы стрекочут, чтобы предупредить о своем присутствии других самцов и обозначить границы своего личного пространства. При приближении самки самец издает совсем другие звуки. Это его любовная песня. Самки тоже умеют петь. Когда самец встречается с самкой, они поют дуэтом. Самец поет серенаду, а самка поет ему в ответ. Конечно, поют они не для развлечения. После долгих ухаживаний и прикосновений они спариваются. Сперма самца проникает в самку, затем она уходит, чтобы отложить яйца. Учарский русский чал we獲ivi. РИМ ГИОМ Сверчки издают гораздо более мелодичные звуки. В отличие от кузнечиков, они умеют варьировать громкость и частоту издаваемых звуков. Не все сверчки одинаковы. Некоторые из них поют лучше других. Например, стеблевые сверчки поют очень громко, что удивительно для существа таких мелких размеров. Самцы поют для самок, призывая их познакомиться ради продолжения рода. Сверчки издают звуки, потирая крылья. Одно крыло — это твердая пластинка, а на втором — есть ряд щетинок. При потирании щетинок о твердую пластинку возникает мелодичный звук, перед которым так сложно устоять самкам. Сверчки и кузнечики поют очень часто и долго, но это не означает, что они все время спариваются. Их любимое занятие — еда, и едят они практически непрерывно. Удивительные обитатели сада Пение сверчков подчеркивает красоту летнего сада и играет важную роль в громком хоре насекомых. Если вы хотите посмотреть на сверчков вблизи, опуститесь до самой земли. Они обитают именно здесь. Строение тела сверчка несколько иное, чем у кузнечика. Большую часть времени сверчки проводят на земле, поэтому их тела низкие и обтекаемые. Их крылья свернуты и прижаты к спине. И в целом сверчки похожи на маленькие танки. Благодаря такому строению тела они помещаются в ограниченных пространствах и не попадаются на глаза хищникам. Они слишком низкие, и схватить их не так-то просто. Их лапки просто созданы для быстрого бега. Если рядом появляется хищник, сверчки быстро убегают и прячутся в укрытие. У сверчков очень длинные усики. Этот орган чувств они используют для ощупывания окружающих предметов. Сверчки улавливают запах. Обоняние помогает им находить пищу и полового партнера, а также предупреждает о приближении хищника. Сверчки отлично адаптируются в незнакомом месте. Успешно сливаются с землей и остаются незамеченными. Стеблевой сверчок маскируется под цвет листьев. Их тело кажется очень тонким и хрупким, и полностью сливается с окружающей листвой. Как и другие сверчки, они питаются отмершей органикой и пыльцой. Но время от времени стеблевые сверчки превращаются в хищников и поедают клю и других мягкотелых живых существ. Насекомые не жалуются на недостаток сенсоров. У них есть усики, рецепторы химических веществ, визуальные рецепторы и другие сенсоры, расположенные по всей поверхности тела. Чтобы рецепторы выполняли свою функцию, насекомое должно постоянно поддерживать их в рабочем состоянии. Как правило, в свободное от еды время кузнечики умываются, тщательно очищая усики и рецепторы от грязи. Усики длинноусых кузнечиков — удивительные органы чувств. Они передают насекомому тактильное ощущение. Поэтому, чтобы оценить окружающие предметы, кузнечик прикасается к ним усиками. Усики улавливают запахи, а также вибрацию. Усики кузнечика — универсальный орган чувств. Одна из самых интересных функций усиков заключается в том, что с их помощью кузнечик оценивает свою потенциальную пищу. Кузнечик прикасается к стеблям и листьям растения, которые он собирается съесть. Затем он лижет поверхность листа, проводит небольшой химический тест и принимает решение. Внимательно исследовав растения своим сенсорным аппаратом, кузнечик откусывает первый кусочек. Если после пробы еда ему не понравилась, он переходит на другое растение. Если же лист ему понравился, он съест его целиком. Дисклик Дисклик Продолжение следует... Род кузнечика — удивительно сложный аппарат. В нем немало подвижных частей. Оторвав от листа кусочек, кузнечик его размалывает и постепенно проглатывает. Подвижные части во рту кузнечика крупнее, чем у сверчка, потому что кузнечики питаются живыми, жесткими растениями. Сверчки едят пищу, уже наполовину переваренную микроорганизмами, поэтому им вполне хватает того ртового аппарата, который у них есть. Несмотря на впечатляющий внешний вид челюстей, они не представляют опасности для других животных. Кузнечики и сверчки абсолютно беззащитны. В саду, где опасность скрывается за каждой травинкой, этим насекомым приходится быть мячиком. Удивительные обитатели сада Кузнечики имеют неплохое зрение. Они чувствительны к звуковым волнам и имеют неплохой слух. Первая реакция кузнечика на приближение опасности — замерить на месте. Задние лапки кузнечика очень длинные и действуют в качестве рычага. Когда мышцы в задних лапках сокращаются, кузнечик взлетает на невероятно большую высоту, сбивая хищника с толку. Если хищник подходит на опасные расстояния, кузнечик внезапно прыгает. Однако во время прыжка можно попасть из огня до вполыми. Кузнечик взлетает на месте. Многие считают, что все кузнечики и все сверчки одинаковы. Но на самом деле существует немало видов этих насекомых. Кузнечики бывают самых разных размеров. Некоторые из них имеют потрясающую окраску. Виды кузнечиков отличаются как окрасом, так и привычками. Виды сверчков также заметно отличаются друг от друга. Разглядывая кузнечика или сверчка, помните, он является частью биологического разнообразия видов, обитающих в вашем саду.